Всем привет! И сегодня я хотел бы рассказать вам о неплохом подарке для ионных обладателей i-девайсов i-хеликоптере, вертолётике, который управляется при помощи айфона, айпода и айпеда. Поехали! Вертолётик, который мы рассмотрим, стоит порядка 40 долларов. Он трёхканальный, у него встроен гироскоп, который поможет ему стабилизироваться, дабы избежать сдувого ветра и случайных переворотов, а также он освещает себе путь двумя ладышками, и, как я говорил ранее, он управляется при помощи передатчика, который вставляется в разъём для наушников вашего i-девайса. Сам вертолётик довольно маленький, точнее, очень маленький. 15 см в длину, 8 в высоту и 3,5 в ширину. В коробке вы найдёте сам вертолётик, кстати, он доступен как в чёрно-белом, так и серебристо-чёрном исполнении, далее передатчик, который вставляется в ваш i-девайс, инструкцию на английском, кабель для подзарядки и множество сменных лопастей, которые можно заменить в случае поломки. В общем, ничего лишнего. Для того, чтобы начать полёт, вам нужно для начала включить сам вертолётик, скачать и открыть приложение iHelicopter из App Store, ставить передатчик, включить звук на девайсе на максимальную громкость и включить передатчик на экране вашего девайса. Кстати, приложение довольно-таки функциональное. В нём вы можете переключаться между каналами, для того, чтобы, например, не путаться с другими устройствами такого типа поблизости, включать свет на вашем вертолётике, разворачивать на 180 градусов, ну и, конечно же, передвигать газ на максимум и управлять джойстиком. А также можно переключаться в режим гироскопа. Единственный минус, который я заметил, это то, что передатчик работает довольно-таки плохо, а точнее, на расстоянии до 6 метров. Поэтому сильно не увлекайтесь, не отпускайте вертолётик далеко от себя, так в случае потери сигнала, он просто продолжит делать то, что вы задали ранее. То есть, если вы давили газ на полную, то он просто полетит вверх, до того, как не сработают датчики максимальной высоты. И ещё я не рекомендую летать на нём на улице. Он слишком маленький и лёгкий, и ветер уступает на ура. Единственное, ради чего стоит покупать этот вертолётик, это ради управления гироскопом, то есть наклоном вашего девайса. Вот тут реально масса эмоций. О, вот это другое дело. Это уже интересно. Это уже другое чувство совершенно. Батарейка, да? Ой-ой-ой, авария! 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 Он жив. Сейчас мы его перевернём, главное, чтобы руку не отрезало. А так, вполне интересное и качественное решение, а также хорошая идея для подарка обладателям iOS-стройств, особенно юным, хотя и взрослым, тоже доставляет немало удовольствия. Кстати, насчёт батареи, держится на минут 10, ёмкость 200 мА. Немного, но и немало. Заряжается примерно так же. А на этом, в общем-то, всё. За предоставленный девайс спасибо магазину everbuying.com. А с вами был AppleXpert. Подписывайтесь на канал, не забывайте оценивать видео и комментировать. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем отличного настроения. Пока!